СДЕЛАНО В ВЯТКИ Если вы еще не слышали ее, то обязательно вместе со своими детьми послушайте. Мы туда приглашаем педагогов, деятелей спорта, культуры, ученых и так далее. И вот вместе с ребятами, нашими юными слушателями и с ребятами-ведущими в студии делаем, соответственно, открытие. Узнаем много нового и интересного. И вот хочу я вспомнить программу, которая... Программу «Открывашка», которая выходила в феврале этого года, 18-го числа. У нас здесь на столе были фотоаппараты, были снимки животных. И в гостях у нас был и сегодня он гость нашей студии. Фотограф-анималист, который хорошо известен не только и в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Это Сергей Иванов. Вот как раз Сергея Анатольевича я хочу поприветствовать. Сергей Анатольевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Дело в том, что той программе «Открывашка» предшествовала такая знакомительная наша встреча. Встреча знакомства, в ходе которой Сергей Анатольевич рассказал очень много всего интересного. Я имею в виду, как он пришел в эту профессию фотографа-анималиста. Он рассказывал о том, что у нас в Кирове, ну не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, тогда, много лет назад, была даже своя школа фото-анималистики. И были тоже известные люди. И как это все развивалось. И вот сегодня мы эту историческую программу, все это в исторической программе хотим осветить, потому что это наша история. Очень интересная страница. Вы рассказывали, что вы родились не в Кирове, приехали сюда жить, учиться. Давайте с той поры начнем. Какие-то годы. В какую атмосферу вы окунулись, вот именно эта тематика? Ну, в жизни очень важно, особенно для молодых людей, встретить, ну, как сейчас говорят, наставническое движение. Друга, наставника. Да, очень сейчас начали развивать активно. Ну, тогда, может быть, не было такого понятия, что наставник. Но очень важно было встретить того человека, который предопределит твой путь. Может быть, придаст какое-то там ускорение, направление, вектор какой-то даст. И я, будучи еще учащимся техникума до армии, встретил таких людей, причем сначала встретил заочно. Бывает, знакомство заочное, оно предопределяет всю дальнейшую судьбу человека. Для меня этим человеком стал Юрий Болеславович Пукинский, советский наш фотограф-анималист, орнитолог. Ну, величайший человек, который в те времена, еще черно-белые фотографии, когда фотоаппаратуры толком никакой не было. Это какие годы? Это были 70-е годы прошлого века. 70-е, 20-е. Да. И тогда фотографов-анималистов, как таковых, у нас в России, в СССР было очень мало. То есть я до сих пор помню фамилии там многих людей. Это, значит, Артюхов, это Николай Николаевич Немнонов, Сергей Владимирович Мараков. Эти люди, которые были величайшими такими людьми, которые двигали это дело фотоанималистики вперед. Хотя это было крайне сложно. И вот, будучи еще мальчиком в возрасте 15-16 лет, я зачитывался книгами по природе и столкнулся с книгами, которые издавал Юрий Болеславович Пукинский совместно с женой Эмилия Голованова была и профессор Мальчевский. У них была такая интересная очень книга, которая мне запала в душу, называлась «Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом». О чем книга? Это книга о том, как вот фотографировать птиц в природе. То есть учебник такой, да? Это даже не учебник, она такая научно-популярная, и в то же время там рассказывалось, как записывать голоса этих птиц. Мне это было настолько интересно, что я увлекся творчеством Юрия Болеславовича, и мне в конце учебы в техникуме повезло, так повезло, что я познакомился с ним самим. Это было где? Это было в Ленинградской области, я учился в лесном техникуме, вот это было, наверное, году в 79-м, в 78-м, как-то так, вот. И вы знаете, я настолько загорелся всем этим, и я уже понял, что именно на эту стезю мне и надо вступать. Поэтому, в общем-то, отслужив в армии, я прямиком поехал в Киров, хотя в голове сидел Иркутск. Далековато, большое расстояние между нашими городами. Потому что в то время, да и сейчас, собственно говоря, только два факультета в стране дают образование биолога-хотоведа, которое мне хотелось получить. — Соответственно, у нас это сельскохозяйственная академия. — Да, сельскохозяйственная академия, куда я, в общем-то, и приехал в 82-м году после армии. — А вы говорили, что непросто было поступить-то, очень непросто, был огромный конкурс. — Да, был большой конкурс, причем были так называемые броневики, как мы их называли. То есть у нас на факультет был прием 50 человек тогда, из них 15 человек было броневиков, это союзные республики. Это был еще СССР, и то есть там у нас были и киргизы, и таджики, и узбеки были, и из Прибалтики были ребята, и, значит, с автономных республик уже российских тоже были. И поэтому, в общем-то, оставалось вместо всего ничего, а желающих было очень много. Люди некоторые поступали по три, по два, по четыре раза бывало есть люди такие, которые упорно добивались. — То есть не поступили, через год снова пытаются? — Да, работали здесь кто где, кому повезло, там устраивались на кафедру лаборантам, а кому не повезло, те работали в учхозе, сельхозакадемии, кочегарами, например. Но добивались своей цели. — Важной профессии, да. — Мне повезло, мне повезло, но, может быть, и не только повезло, я сам шел к этому, но в 82-м году я поступил с первого раза, причем... — Вы поступили, а я только родился. — Да, причем я поступил, значит, я недавно нашел, у мамы сохранена заметочка из газеты, которая называлась «Засельскохозяйственные кадры», по-моему, так, была многотиражка в сельхозакадемии, вот, и там была заметка про то, как происходило посвящение студенты. Так вот, такая строка, которая, ну, немножко похвастаюсь, слово для оглашения клятвы, значит, первокурсника предоставляется лучшему абитуриенту 1982 года, студенту первого курса факультета охотоведения Иванову Сергею. Это я. — Исторический момент, да. — И дело в том, что, о, великая удача, что на факультете охотоведения было два очень интересных человека, интересных со всех сторон, но в том числе для меня, что очень важно, это были два фотографа-анималиста, преподавателей. Один из них, в общем-то, так скажем, очень великий человек, известный человек, это Сергей Владимирович Мараков. Волей судеб вышла так, что мы дальше, я женился в Кирове, и мы с Сергеем Владимировичем жили в одном доме, в разных подъездах. Мы стали друзьями, и я к нему приходил в гости, где он много очень мне рассказывал. — А вы Сергея Владимировича заранее знали, то есть еще до момента учебы? — Я его знал только по книжкам. — По книжкам. — Только по книжкам, и я даже не предполагал, что он именно в Кирове, ну, интернета не было, и поэтому информации было, в общем-то, скудное количество. А второй человек был, это преподаватель с кафедры зоологии Владимир Шурович Арбузов, достаточно известный кировский фотограф-анималист, который всю жизнь этому посвятил. И вот с этими двумя людьми, рука об руку, мы стали заниматься вместе анималистической фотографией, я получал от них какие-то отдельные советы, где-то я сам был. Надо сказать, что у нас в то время, не знаю, сейчас преподается, не преподается, но в то время на факультете преподавался даже предмет такой, фотосъемка живой природы. — Ох ты, я никогда не задумывался, что охотоведы еще этому учатся. — И что самое интересное, дело в том, что практически ведь ситуация какая, что все охотоведы, биологи, они зоологи, в общем-то, это люди, которые влюблены в фотографию в большинстве своем. Ну, для кого-то это становится делом жизни, а кто-то продолжает с этим двигать вперед как бы, ну, именно в силу своих интересов рабочих. — И поэтому для меня вехой такой стало путешествие после третьего курса на Командорские острова. — Ну, вы тоже туда неспроста попали. — А неспроста, почему? Потому что Сергей Владимирович Мараков, он в свое время закончил Московский пушно-меховой институт, и как выпускник он поехал туда по направлению на Командоры там работать. И он там проработал много лет, сделал великолепные снимки. Все это, конечно, была черно-белая фотография, отсутствие хорошей техники, но тем не менее он был просто человек, у которого горели глаза на все это. Там у него родились две дочери, которые продолжают до сих пор его дело. — Занимаются фотоанималистикой. — Они не занимаются фотоанималистикой, но они связаны с природой. Татьяна, она выпускник нашей тоже сельхозакадемии, сейчас она председатель Росохоты рыболов Союза. — То есть в этой сфере осталась? — В этой сфере. А старшая дочь Наталья у Сергея Владимировича, она работала преподавателем биологии на Командорах же в школе. После этого она работала в Командорском заповеднике. Кстати, надо отдать должное, что заповеднику присвоено имя, то есть он назван в честь Сергея Владимировича Маракова. — Вот так, неспроста. — Да. И поэтому, конечно, когда забрежела надежда попасть в эту экспедицию дальнюю, я, конечно, всеми силами стал туда рваться. Стал туда рваться, но... — А что нужно было сделать? — Для этого надо было много. Для этого надо было, во-первых, отлично учиться. — Ага, отлично учиться. — Обязательно. Вот. Обязательно отлично учиться. Надо было досрочно сдать сессию. Обязательно. — Это какое время года, когда намечалась поездка? — А это на все лето. — А, на все лето. — Это на все лето. То есть я уезжал. Я уезжал в июне месяце, значит, на Командоры. Меня провожала беременная жена, которая буквально через неделю после моего отъезда родила нашего первенца, вот старшего сына. — Наследника. — Да. Вот. И о том, что он у меня родился сын, я узнал уже на Командорских островах. — Телеграммы? — Да. Телеграммы. — Интернета не было, напомню. — Нет, ничего не было. То есть для того, чтобы отправить письмо в Киров, надо было слежбище пешком до поселка 20 километров шлепать. — Где почтовое отделение было? — Да, где был узел связи. В общем, все это было непросто, но было очень интересно. То есть с июня месяца и почти до конца сентября я прожил на Командорах. — Это получается что, 84-й или 85-й? — Это был 85-й год. Я закончил третий курс, сдал на отличную сессию и уехал туда на все лето. Перед тем, как поехать, мы с Сергеем Владимировичем очень долго обсуждали это все. Он мне рассказывал, я записывал, значит, в записную книжечку, где какие места. Он по памяти мне выдавал. Он уже был серьезно болен. В общем-то, к сожалению, он недолго прожил после этого. Но, тем не менее, он с горящими глазами мне все это рассказывал, где как, чего, в какое время лучше, что и как, где обратить внимание, где прилив, где отлив ловить надо. Вот это все было очень здорово. И я, когда вернулся с Командор, первым делом побежал к нему. И мы там часами... Он уже был больной, он сидел в кресле. Ему было, конечно, тяжело. Но он часами выслушивал мои рассказы, спрашивал, а где вот это, а где то. А вот там Каланья Залежка есть? Я говорю, есть. О, сохранилось. Ему было все это очень интересно. Это вообще был неординарный человек, невзирая на то, что его уже очень давно нет. Он умер в 86-м году, в начале мая. Тем не менее, это человек, которого помнят, знают. У нас в Кирове регулярно проходят мараковские чтения в зоологическом музее, где выступают докладчики. Это человек, который был включен в несколько международных организаций по сохранению морских видов млекопитающих. Он интересовался морскими млекопитающими различными. То есть, этот человек был многогранно разным. Масштабы такого большого. К сожалению, конечно, даже на доме нет мемориальной доски, что такой человек здесь жил. А адрес? Адрес, это вот прямо отсюда, из окна можно увидеть. Это Преображенское, 81. Преображенское, 81. Да. Где жил Сергей Владимирович Матаков. Он же жил, он длительное время работал после того, как вернулся с командор в Киров. Значит, они приехали. А история-то ведь какая. Здесь же центром, так скажем, биологической охотоведческой науки в Кирове являлся и является Институт охотничьего хозяйства и звероводства, который в свое время перевели из Москвы. Когда Никита Сергеевич Хрущев двигал науку к производству, под таким лозунгом это все происходило, то Московский вот этот институт, который впоследствии сейчас называется Институт охотничьего хозяйства и звероводства, был перевезен в Киров. И вот в самом центре города он обосновался, там, по-моему, строили кооперативный техникум, но в силу того, что институт перевели сюда, научно-исследовательский, значит, видимо, планы сменились, и вот он здесь. И ученым, которые приехали в Киров, предоставили вот дом жилой, в котором и жили все, в котором живу и я сейчас в этом доме. Компактно так. Да. Вот. И все друг друга знали, все друг друга знали, и поэтому была такая очень интересная, это место даже назывался в свое время, в 60-е, в начале 70-х годов прошлого века, это назывался Московский дворик. Вот это место, где все вот эти ученые, такие как Михаил Павлович Павлов, Сергей Александрович Корытин, то есть это люди просто феноменальные, за которыми тянется шлейф публикаций, международное признание, это люди, которые жили вот здесь. Так, вернемся к Командорским островам, да? Ваша основная цель поездки туда была? Наша основная цель поездки, мы с профессором Колеватовой Анной Ивановной поехали лечить щенков северного морского котика. Вот, вот. Щенки северного морского котика, я запомнил, да, что это щенки. Щенки котика, да, которые была страшная у них заболеваемость унцинариозом, это гельминтозное такое заболевание, и тогда искали пути, подходы для того, чтобы лечить этих щенков, потому что смертность была очень-очень серьезная. Речь шла об исчезновении вида? Нет, речь не шла об исчезновении вида, но речь шла о том, что из появившегося потомства большая часть погибала. То есть, естественно, на этих лежбищах была высока вероятность, что они могли просто со временем пропасть, если не лечить, не избавлять от этих гельминтов. Поэтому пришлось, собственно, предпринимать усилия. Дело в том, что мы-то как студенты, мы были черной рабочей силой в основном. То есть, наша задача заключалась в том, чтобы ловить этих щенков на лежбище. Значит, у нас были такие сачки, как за бабочками, как будто охотиться. Но сачки были на трехметровых бамбуковых палках. Щенок котика быстро передвигается, за ним нужно бегать? А дело в том, что по лежбищу так нельзя ходить. Нельзя не потому, что нельзя, но это тоже нельзя. А потому, что структура лежбища какая? Там гаремы находятся. Гаремом владеет сикач, каждым гаремом. Сикач — это самец северного морского котика, который достигает веса порядка 300 килограмм. В общем, он может и на человека в случае чего огрызнуться, если ему не нравится. Он не то, что может. Он это и сделает. И поэтому, а еще я не сказал, что вот у этих котов, у них очень мощные зубы. Особенно вот у сикачей. Там клыки, ну, примерно как у медведя. Серьезные животные, да. Серьезные очень животные. Агрессивные. И они сбивают гаремы из самок. Причем там у них происходят баталии за это, за каждую самку. Там бывает, что и самки погибают при этом. И вот они отбивают там, кто, ну, в зависимости от статусности этого самца, от его размера, ну, и величина гарема. И, естественно, гарем они очень серьезно охраняют. Очень серьезно охраняют. А для того, ну, и появляющиеся щенки, они, конечно, около этого гарема и тут же находятся. И для того, чтобы к ним подойти, были придуманы такие, так называемые, танки. То есть, это, грубо говоря, из 50-го бруса сколоченный каркас, который обшит... 50 миллиметров, в смысле. 50 миллиметров, да. Значит, каркас. И он обшит фанерой. Прорезаны, значит, окошечки небольшие, чтобы можно было по бокам наблюдать. Одному этот танк не сдвинуть. По двое мы туда забирались. В общем, идешь в этой коробочке. То есть, мы немножко приподняли? Да, приподняли, потому что там такие ручки по бортам сделаны. Вот. Там у нас висели из сетки, значит, из рыболовной мешки такие, в которые мы складывали щенков. А каждый щенок там уже в то время весил, ну, там по 5-6 килограмм. Такая торбочка. Да, торбочка. А нам надо было их приносить в лабораторию, ну, как минимум по 5-6 штучек. Вот. То есть, если все это перемножить. И с учетом того, что Лежбище – это песчаный пляж, по которому идти очень непросто. Уже в танке непросто. А еще когда в танке на этих, на крючках... Болтаются щенки. Вот, сетки со щенками, которые еще придавливают танк. И вот подбираешься к этому гарему. Секач сразу же реагирует. С разбегу стукает, значит, всем своим весом 300-килограммовым в борт. Вот тут самое главное – удержаться на ногах и удержать танк. Потому что пола нет, потолка нет. И если завалят, то лежа не встать. Уже была история, которая кончилась, ну, даже хорошо закончилась. Потому что там в этом танке был ассистент кафедры зоологии, значит, девушка и наш студент. В итоге им пришлось пожениться. До сих пор живут счастливо и хорошо. Молодцы. Они пролежали на лежбище. Я не помню точно, но это было не при мне. Но, говорят, то ли 6, то ли 7 часов. Пока не приехал вездеход, пока не вызвали, пока не отогнали этих котов. Они прям, коты, они просто вот задавили на этот танк просто. Нет, они его просто уронили, и когда они там лежа, значит, для того, чтобы хотя бы поднять танк, надо из него выползти. Вот. Выползать нет возможности, потому что и слева, и справа, и сзади, и впереди гаремы. Там очень плотно это все. И каждый гарем охраняет сикач. И, естественно, только... И больше не показываться. Нет, так они лежат на виду, в принципе, пола и потолка нет. Они лежат, как в этой, в коробочке, с двух сторон открытые. И как только они начинают шевелиться, эти сразу приходят в движение сикачи. Начинают огрызаться. И поэтому шевелиться практически нельзя. И вот они в этом состоянии лежали. Ну, наверное, очень много они говорили за жизнь. И пришли к тому, что надо создать семью. Ну, вот такие истории. И у меня этих историй тоже хватает. Потому что мне вот этим бамбучиной как-то приехало по голове во время отлова. Ну, то есть как? Для того, чтобы отлавливать, надо ведь не просто так. Танк, он же выше человеческого роста. И для того, чтобы поймать щенка, надо встать вот на эти поручни, за которые мы приподнимаем танк. Встать на него ногами. То есть ты вылезаешь сверху. И с этим сачком, значит, пытаешься поймать щенка. Сверху его ногами, да? Да, сверху, как бабочку. Да, подтягиваешь, а потом уже... Вот. А в это время второй человек, он старается, ну, по максимуму придавить этот танк, чтобы ни я не упал, ничего. Ну, и короче говоря, ситуация. Я пытаюсь отловить щенка, который... А щенков не всех же берем, а смотрим у тех, у которых признаки заболевания есть, естественно. Потому что нам надо больных щенков, а не здоровых, приносить туда. И вот этого щенка пытаешься выловить, машешь, стоишь там этим сачком, и вдруг подбегает сикач, и хватает за сетку этого сачка. Я просто представить не мог, что вот он такой резкий, этот сикач. Он хватает за сетку, делает... Хватает зубами? Зубами, конечно. У него там клыки, будь здоров. Вот. Он хватает за сетку еще пустого сачка, делает рывок головой по окружности. То есть, естественно, такая махина у меня вырывает из рук эту бомбучину. И она, делая пируэт, своим трехметровым этим концом, значит, прилетает самой толстой частью мне по голове. Тут я понял, что такое звезды из глаз посыпались. Я упал внутрь этого танка, значит, и там возлежал, пока не очухался. Так что там... Но пришли, слава богу, у себя. Все это, да. Мы как-то от фотоанималистики как-то немножко ушли уже, да. А дело в том, что... Давайте сейчас прийдем на небольшую рекламу и продолжим, да. Сделано в ветке. Продолжается наш разговор с фотографом-анималистом Сергеем Ивановым. Я думаю, что серию программ нам нужно делать, потому что мы с Командорских островов, с Камчатки сегодня, наверное, не уедем. У нас 10 минут у нас остается всего лишь. Итак, я вот спросил сейчас в перерыве, фотографировать-то хоть успевали на Командорских островах? Фотографировать было сложно. Почему? Потому что основное было работа. Кроме того, что у нас висели сетки с котиками, со щенками, значит, сачок этот. Еще брали с собой что-то перекусить. Еще на шее висел известный советский фотоснайпер, значит, с помощью которого я фотографировал. А в жилетке, которую мне сшила жена, еще было несколько объективов. Фотосъемка не очень приветствовалась руководством нашей экспедиции. Почему? Потому что это было мое хобби, мое увлечение. Наша задача основная была, конечно, ловить щенков. Ловить щенков и уносить их, собственно, докторами. Да, а потом, когда у них брали анализы, кровь, там прочее, прочее, приносить их обратно на режбище. Пытаться возвратить примерно в то же место, откуда взяли. Так что вот такая грубая физическая работа была. Но так или иначе, снимки делать удавалось. Снимки делать удавалось, и вообще эта поездка, она явилась краеугольным камнем таким, который, в общем-то, определил всю мою дальнейшую жизнь. Потому что это любовь к Камчатке, которая во мне зародилась, Камчатке, Командорским островам, и все. Я помню, вы говорили, что... После того, уже невозможно было даже о чем-то другом и мечтать. А те фотографии сохранились, кстати, в распечатанном? Кое-чего сохранилось. У меня сохранились фотографии даже, которые я еще мальчиком снимал в возрасте, там, между 13 и 14 лет. У меня, как я рассказывал... Как вы говорили, дятел называется. Да, все началось с малого пёстрого дятла, который я фотографировал фотоаппаратом Киев дальномерным. Меня этот дятел тоже сдвинул с места настолько, что я после седьмого класса пошел на все лето работать в колхоз и зарабатывал там себе на этот фотоснайпер, с которым я потом уже поступил учиться в техникуме. Весь техникум прошел и после армии приехал уже с ним же сюда, в Киров. Ну, поставил цель и приобрел уже, будучи студентом, ну, заработав немножко на командорах, потому что мы после этого еще остались на командорах и на грибах зарабатывали. На чем? На грибах. На грибах? Да. Там можно было заработать деньги хорошие на грибах. Собирать и сдавать, соответственно. Да. Там стояли грибоварни прямо на тундре наверху. Дело в том, что там нет червяков, там нет червей и грибов. А грибы просто, ну, голая тундра, и из тундры торчат тысячи и тысячи грибов. Вставай на коленке и можешь вот на карачках все это заготавливать. И вот я таким образом заработал себе на японский фотоаппарат, и первый японский фотоаппарат купил себе, значит, студентам четвертого курса. А звучите сумму. Сколько строил? Он стоил тогда 1200 рублей. 1200 рублей? Да. Это же сопоставимо с многими вещами очень дорогими. Да, да, да. А так как это был бэушный фотоаппарат, который я купил в комиссионке в Апраксином дворе в Петербурге на Садовой, естественно, что это было не самое лучшее, что бы мне хотелось. Поэтому я дальше продолжил, как говорится, откладывать деньги, зарабатывать, потому что я студентом работал, в общем-то, начиная с первого курса и до последнего подрабатывал. И после окончания института я купил уже себе фотоаппарат уже более крутой, Nikon, там со сменными объективами, там уже цена была 3,5 тысячи рублей. Но это были все еще пленочные фотоаппараты? Конечно. Да, пленка. Цифра поюзна. На цифру я перешел в 2006 году. Только еще лишь в 2006 году? Я еще совершенно недавно... До 2006 года вы были аналоговым, да? Я до последнего был аналоговым фотографом, но когда вот у меня прошла выставка в Госдуме в Москве... Материнство в дикой природе? Нет. Нет, материнство в дикой природе, это вот недавно в Госдуме пришло. А это был 2006 год, значит, у меня была выставка в Госдуме, наш депутат Разуван помог мне с этим делом, и состоялась эта выставка, она называлась «Под одним небом». Там были представлены снимки чего? Снимки были там, ну, и Камчатка была, и была средняя полоса, наши края были, и была Африка. То есть, в общем-то, такая широкая область была анималистической фотографии, то есть «Под одним небом» называлась потому, что я хотел показать, что, в общем-то, и там, и там, и там есть животные, которых надо любить, охранять, и что они везде прекрасны. В общем, такая популяризация такая, да, живой природы и, собственно, воспитание самых светлых чувств к ней. У вас еще ведь была одна замечательная поездка, ну, их было много, на самом деле, да, этих поездок. Я имею в виду Африку. Мы, не знаю, я предлагаю все-таки Африке не касаться, а посвятить этому отдельную программу, потому что там тоже очень насыщенно было все. Африка, это да. Предлагаю поговорить о планах в оставшиеся 3-4 минуты. Вот я до передачи вас спросил, вы действующий фотограф-анималист ездите? В силу того, что сейчас весна, хоть ее не очень видно, но она все равно идет. Скоро появятся какие-то легкие проталинки, а тетерева мои любимые уже атакуют. Так что я, как обычно, апрель-май у меня сплошные выезды на тетеревины, дупелины такая. Вы знаете, я любой объект живой природы рассматриваю как объект приложения моих творческих наклонностей. Для меня интересна и маленькая варакушка, и большой коршун. Для меня все интересно. Вот в прошлом году я снимал и маленьких птичек, и тут же мне удалось в прошлом году удачно коршунов поснимать черных. У нас на территории области. Да, на территории области, конечно. Дело в том, что я считаю, что эта тема достаточно перспективна. В силу того, что, в общем-то, планета наша, как оказывается, не очень большая. И хоть у нас в Кировской области фотографов, анималистов и не так много, но вообще интерес к этому виду фотосъемки постоянно растет. И то есть как бы нашего полку прибывает. Прибывает, я не имею в виду Кировскую область, а вообще в России. Дело в том, что в России сейчас достаточно большое количество фотоконкурсов, которые именно по живой природе, по дикой природе. То есть это дикая природа России, под патронажем National Geographic России. Это самая красивая страна, которую проводит русское географическое общество. Это Золотая черепаха, самый старый фотоконкурс дикой природы у нас в стране. Ну, не отстает и Вятское фотографическое общество, которое проводит... Недавно возрожденное. Да, которое проводит... Вот уже второй год мы проводим областной конкурс по фотографии, где есть, в общем-то, и раздел живой природы. А вот еще хочу спросить, став человеком взрослым, опытным, вам попадаются вот те ребята молодые с горящими глазами? Я имею в виду, однажды вы попались до Мараково и Арбузово, вот есть такие? Вот здесь нет. Нет? Нету? Нет. А вообще, вообще да. Вообще да, у меня очень широкий круг общения в интернете. Ну, вот у меня на Фейсбуке больше двух тысяч друзей. Не говорю уж там подписчиков, лишь сколько. Мы общаемся ко мне, обращаются за советами, ко мне приезжают из разных мест страны, даже на фотосъемку на Тетеревов. Были случаи, что ко мне даже из Краснодара приезжали сюда фотографировать Тетеревов. Вот из Москвы регулярно приезжают, из Подмосковья, с Калуги приезжают, с Нижнего Новгорода. Именно к нам в Кировскую область, с тем, чтобы поснимать наших Тетеревов. Дело в том, что почему не обращаются, потому что это очень сложно. И это не приносит денег. Сейчас, конечно, время такое, когда стараются по мере возможности, чтобы из хобби выжимать еще деньги. Здесь как раз все наоборот. Остается все-таки хобби. Да. Сергей Иванов, фотограф-анималист. Большое спасибо, Сергей Анатольевич. Встретимся еще? Встретимся. Поговорим, да. Очень увлекательно, очень интересно. Если вы мало знаете или ничего не знаете о работе Сергея Анатольевича, пожалуйста. Вы в соцсетях, я знаю, активно присутствуете. У вас есть свой сайт, я видел, где размещены ваши работы. Facebook, ВКонтакте, Инстаграм. Все имеется. Да, изумительные, красивые работы. Очень много их выложено. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Осталось только проявить элементарное любопытство. Спасибо большое. Завершается наша историческая программа. До свидания. Всего доброго. До свидания. Сделано в ветке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова